В Чебоксарах сегодня открылась традиционная выставка «Картофель-2015». Каждый год ее ждут селекционеры, руководители хозяйств, селяне и горожане. На стендах новые семена, технологии для возделывания и хранения овощей. На какие сорта аграрии делают ставку и какие возможности открываются перед ними, узнавал мой коллега Дмитрий Ковалев. Розана, Сильвана, Янка, Десница, Солнышко и даже Фиорета. Картофель на этой выставке будто на дефиле. Селекционные новинки, главные модели. Каждый год ученые выводят новые сорта. К примеру, вот такие клубни с красной мякотью подходят только для салатов. А фиолетовый картофель в прошлом году даже включили в государственный реестр. Данный сорт богат витаминами и полезен детям. Отечественные селекционеры сейчас делают ставку не на количество, а на качество семян. У нас есть линейка очень новых перспективных хороших сортов, которые представлены во всех группах спелости. Есть у нас и ранние сорта, есть и среднеспелые. Сорта очень урожайные, нематодустойчивые и ничем не уступают зарубежным сортам. Нужна просто хорошая реклама и заинтересованность производителей в этом картофеле. В последние годы семена, выведенные российскими учеными, пользуются спросом. На эту выставку привезли уже испытанные на полях республики сорта. Руководители сельхозорганизаций рассчитывают на них и в этом году. Для них форум – хорошая возможность подписать выгодные контракты. Очень много сортов и очень много продолжений. Мы сейчас увеличиваем площади под картофелем, мы ищем посочков семян, новые семена. И, конечно же, мы сейчас ищем подрядчика для строительства ангара для хранения картофеля. В этом году для производителей овощей установились оптимальные цены, выращивать картофель становится выгодно. Но глава республики призвал задуматься и о другом. После введенного эмбарго на иностранные продукты на потребительском рынке появились свободные ниши. Этим необходимо пользоваться, а в перспективе возможно увеличить фразы поставки за рубеж. На первый план сейчас выходит и строительство хранилищ. Мы поэтапно двигаемся. В прошлом году построили 25 тысяч тонн новых современных хранилищ. Это на первом этапе. В этом году будут строить. Мы выделяем на это средства. Кто сегодня может, тот и делает. Кто желает, пожалуйста, они занимаются. У них есть результаты соответствующие. Мы создаем для них благоприятную среду. На выставке по традиции презентуют не только картофель, но и современную технику, мини-тракторы, сейлки, оросительные системы. А мимо этих столов было просто невозможно пройти. На них свои шедевры презентовали кулинары. Они уверяют, из картофеля можно приготовить более 500 блюд. Здесь мы представили те блюда, которые может любая хозяйка сделать. И не обязательно это должно быть мясо или рыба. Это овощи с начиночками из овощей. Больки видов всего сегодня представлены? Ну, порядка 70. Рядовые горожане ждут эту выставку не меньше, чем селекционеры. Ведь здесь каждый год продают качественный семенной материал. В этот раз у торговых павильонов настоящий ажиотаж. Очереди начинаются уже на улице. В этом году площадь для торговли с семенами увеличили, но из желающих приобрести картофель стало больше. Многие уносили отсюда полные мешки. Для пожилых организовали бесплатную доставку. Стараемся, да, следить за новыми сортами. Привет, Скарлетт, выбрали сейчас. Решили купить сегодня жировинка, элитный сорт, средний-поздний, и новатор. Мы сегодня закупили уже 40 килограмм. Хотим 100, чтобы было. Каждый год эта выставка становится площадкой для обсуждения проблем. За круглыми столами собираются не только руководители, но и профессора вузов. Интерес к этому форуму растет. В этот раз участие в нем приняли более 70 организаций. Дмитрий Ковалев и Евгений Анисимов. Республика.